Субтитры создавал DimaTorzok Диаметр этой летающей тарелки примерно 18 метров, хотя точнее сказать плавающей тарелки. Ее же нашли на морском дне, на глубине примерно 91 метр. То, что предъявили миру, это картинки полученные с помощью гидролокатора. И вот эта вот правильная геометрическая округлая форма, вот она всех и заинтересовала. Что это может быть? Ну, самый скучный вариант, это что это просто такой рельеф морского дна. Углубление или наоборот возвышение. Действительно, встречаются иногда в природе правильные геометрические очертания. Вариант второй, что это след. В пользу этой версии говорит тот факт, что, как говорят шведские исследователи и любители, рядом с правильным кругом дно как бы изрыто. Ну, можно предположить, что летающая тарелка пыталась там как-то двигаться, то ли когда она упала, она еще там пропахала землю, то ли пыталась взлететь. И, наконец, третий вариант, что круг это не след и не просто рельеф, а это и есть какой-то искусственный объект. Тут сразу приходит в голову один из кораблей из фильма «Звездные войны». Да и вообще, межпланетные корабли в кино часто изображают такой правильной круглой формы. Если это действительно подводный аппарат, то он сделан явно не нами. И в этой связи я хочу напомнить о настоящей истерии, которая развернулась именно в этом районе населения Швеции примерно 20-25 лет назад, когда шведы видели огромное количество НЛО, ныряющих в воду, выныривающих из воды, летающих над Балтийским морем. Но тогда слово НЛО было не очень модно, и шведы считали, что видят перед собой происки советской секретной техники. Вот эта шведская группа, она плавала в июне в Ботническом заливе, то есть на Балтике между Швецией и Финляндией. Она плавала там совсем не в поисках НЛО, а скорее в поисках сданувших кораблей. Теперь пусть мир решает, что это и что с этим делать. Не в наших интересах доставать этот объект, и у нас нет возможности тратить огромные средства просто, чтобы посмотреть на это, даже если мы нашли новый Стоунхендж, спрятанный на дне Балтики. Такой комментарий исследователей-любителей звучит вполне обычно. Дело в том, что просвечивают и прослушивают Балтийское дно очень многие, и из Финляндии, и из Швеции, и другие исследователи из других стран. Денег у них действительно бывает очень немного. Находки на дне Балтики случаются часто. Из самых известных, ну я бы назвал подводные лодки Ща-305, и С-2 времен Второй мировой, это советские лодки. Потом голландское судно Фрау Мария, гораздо более древние несколько веков, и совсем недавнюю новость, когда на Балтике нашли затонувший корабль с бутылками шампанского, который продали на аукционе буквально вот в июне этого года. То есть в то, что там действительно что-то нашли, можно точно верить. А вот что именно там такое круглое, пока пучина хранит тайну. Но шведские исследователи обещают, что еще вернутся на точку и всмотрятся в это место поподробнее.